Мин и хтадам. Вот уже буква «Ж» прорисовывается. Посмотрите, во всем мире цены растут. И во всем мире небо. Я за это время ничего не заработал. Наверное, в 2023 году мы сможем нащупать дно. Привет, это Айран Подкасты. И заканчивается 2022 год. И мы сегодня хотим подвести такие небольшие его итоги. Ну и порассуждать, чего ждать нам всем казахстанцам от года наступающего, 2023. Подписывайтесь на наш канал. Высказывайте свои мнения. Обязательно пишите в комментариях. Жмите на колокольчик. Это помогает продвигать видеоролики для того, чтобы их увидело как можно больше людей. Меня зовут Алексей Рыблов. Со мной подкаст сегодня ведет Аделю Розалинова. И я представлю гостей за столом. Экономист, финансист Расул Расмамбетов. Актер и популярный блогер Ануар Норпейсов. Нет, не блогер? Ну да. Он не просто популярный. На популярный, да? Типа актер и блогер Ануар Норпейсов. Ну, да. Можно было еще там. Еще? Давай. А что еще? Я очень извиняюсь за эту молодежь. Это вот это популярный, зато не популярный. Ну, смотрите, реально заканчивается год. Он был непростой, сложный. Много всего произошло. Ну, вот давай, Ануар, с тебя начнем. Ничего, что я на «ты». Да, да, конечно. Что произошло? Ну, помимо общих каких-то, что в твоей жизни случилось? Ну, я рефлексировал и по январским событиям, вроде... Самое страшное. Да, то есть мы были же в эпицентре. Причем все начиналось вообще прекрасно. Год, все прям... Четвертого числа, помню, у нас была репетиция перед концертом. И такая ситуация 5-го числа, 6-го уже. И я должен был улетать 7-го. Ну, понятно, где-то на аэропорт здесь захватили. Но уже улетев позже, в феврале, следующий удар. Это просто какой-то вот судьбы какой-то. Лево-право просто было. И меня это вот такой... Ну, не то чтобы там нокаут, но я просто первую неделю вообще ничего не мог ни говорить. Я просто был в глубочайшем разочаровании от человечества. Ты вроде себе создаешь, там, ладно, пандемию прожили, как-то вот все это объединило нас, общая проблема. Что-то более-менее начали выкарабкываться. А тут вот такое происходит среди... Причем, когда это где-то далеко, где-то на Ближнем Востоке, это все равно, ну, ментально далековато. Ну да, где-то у нас, когда. Это когда твои соседи, соседи по площадке на квартире, да, в подъезде дерутся просто. Точнее, один забегает в чужую квартиру, начинает там просто разносить все. И ты слышишь эти звуки за стенкой. И тут все, в общем, гамма-чувства и страх, разочарование, полное уныние. И я вот недавно, кстати, вот где-то до октября, в октябре только осознал, что я за это время ничего не заработал. Вот просто не потому, что не было работы, а просто не хотелось вообще чего-то делать. А зачем что-то делать, если мы завтра все это разбомбим ядерной войной? Смысл? И вот эта внутренняя такая подавленность была очень сильная. И только вот недавно начал выходить из этого состояния, потому что дальше уже некуда просто. В целом год был такой, очень насыщен на проверку внутренних сил, силы качества психологические. Кто-то слетел очень сильно. Да. Кто-то прям тяжелый ушел там и... Депрессия. Да. Кто-то лечит там депрессию, наркоманию, кто-то там забухал. Вот. И кто-то без работы остался. Очень много разводов. В этом году у меня просто какой-то рекорд среди друзей. Как так? Вы же вообще... Вчера только я вас видел, улыбаюсь другую. Сегодня вы заявляете, что вы расходите. В общем, эмоционально раздробленная человечество сейчас. Расул, а цифры что говорят? Каждый год говорят, что он... Ну, мы говорим, этот год был очень сложным. Но потом, когда анализируем, если сухо по цифрам, по каким-то таким без эмоций... Показателям. Показателям, да. То понимаем, что каждый год он сложный, но где-то есть плюсы и минусы. Что говорят цифры, какой был год? Год был, я думаю, как и все другие годы. Единственная проблема была... Вот, допустим, в январе не весь бизнес восстановился после январских событий. И до сих пор он там... Город понемногу восстанавливается. Мы сейчас убираем психологически, морально вот это все. Ну, мы сами видим, что не все объекты были восстановлены. Раз. Во-вторых, началось, я думаю, разрушение экономики в целом старого уклада экономического. После того уже появилось разделение, дихотемия между старым и новым Казахстаном. Ну, то есть, кто за кого, да? Третий или четвертый интернационал. Поэтому только вот это было. Затем война в Украине, когда началась, это был шок для экономики. Он до сих пор продолжает быть. Ну, если посмотреть по экспорту, экспорт у нас не упал. Не сильно упал. То есть, по нефти мы также экспортируем, несмотря на проблемы с Каспийским трубопроводным консорциумом. Там все нормально идет. Есть вопросы, конечно, по экспорту угля, допустим, казахстанского в Европу. Транзит через Россию осложнен, потому что они заняты своей переброской техникой и так далее, и так далее. Театр военных действий. Внутри экономики, конечно, большие вызовы есть по тому, что есть ожидание людей на то, что все-таки государство даст четкую программу. Скажет, завтра будем жить хорошо. Если не завтра, послезавтра. Если не послезавтра, через неделю. Пока такого нет, поэтому вот этот год некоторыми прожит в ожидании, что вот-вот произойдет что-то такое, после чего мы скажем, вот это новый Казахстан и новая экономика. Люди ждут хорошего. Только не вот эти новые 2030, пожалуйста. Ну, это все будет обязательно. То есть мы сейчас в этом смысле похожи на такого наркомана-курильщика, да? Который... На игле обещаний, да? Курил, да. Поэтому... Нет, экономика нездоровая. Поэтому, чтобы это все сделать, нужно сразу быстро, в единомоментно не получается это делать. Вот как ЗОЖ. Сколько мы доходили до этого состояния нездорового, мы минимум половину срока будем восстанавливать. Но это 5-7 лет. Поэтому этот год, конечно, люди сейчас к концу некоторые встретятся с разочарованием, что ничего особого не было, ожидали каких-то больших побед. Ну, вот как надо, доходов каких-то не было, да, глобальных, чтобы улучшение, сказать, что вот там... Хотя урожай там. Высокая инфляция. Высокая инфляция все нивелировала, как будто. Я думаю, в 20%. Радостно... Ну, не радостно. Есть оправдание, что не только у нас высокая инфляция. Везде. Но у нас есть страны с низкой инфляцией. Плохо, что у нас разрушается товарооборот. Сейчас между странами. Он первый... 20-21 год во время ковида мы полностью разрушались. Потому что все склады, все это остановилось. Поезда не ходили, самолеты не летали. Поэтому и сейчас товарооборот. Вот наш импорт, мы не понимаем, как сейчас будет идти. Потому что, допустим, из России уже мы меньше будем закупать. Хотя бы оттуда, потому что оттуда вышло очень много компаний. И они не готовы. И нам придется эти же самые условные сникерсы, да, покупать уже там не из заводов в России, а из заводов там в Турции, не знаю, в Польше и так далее. И это все больше, дороже, дороже становится. Поэтому вот инфляция. По поводу цен. Вот мне всегда интересно, чиновники всегда говорят, инфляция, да, вот все плохо, но мы там с ней боремся, цены растут. Но они говорят, ну не только у нас они растут. Ну вот посмотрите, во всем мире цены растут. Это вот правда так? Я вообще... Ну и во всем мире не был, в этом году был. Четырех-пяти стран. Мне нравится, Расул. Четырех-пяти стран. Даже самые, прямо в Ветхи-Старках, такие передовые страны, там все действительно дорожает. Да, у нас только чиновники забывают говорить, что во всем мире растут и зарплаты, конечно же. У нас они на бумаге тоже растут. Илькоты растут. Я тоже, работая в соцпрограммах, для себя просто отмечала, что, например, той же там Англии, которая там замерзает, без газа, на всем экономит, у них выросли тарифы, выросла коммуналка и цены на продукты, но у них также выделяется вырос бюджет на помощь, ну скажем так, людям, которые нуждаются в соцподдержке. Там не обязательно малоимущим. В общем, да, 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 различные, в общем, такие льготы у них там подросли. И возможности какие-то находятся. У тебя как этот год был? Год был просто потрясным, в том плане, что он каждый раз потрясал наше сознание, веру, я не знаю, вот эту нервную систему. Но я после, я в январе уже отключила все эмоции, потому что мы понимали, что, да, там стреляют, там опасно, и мы не понимали, что происходит на тот момент, не было никакой связи, это надо признать. Вот 6-7 числа многие люди вообще не знали, что происходит, особенно у тех, у кого не было телевизора дома. Да, у меня вообще только радио работало. Мы понимали, что, допустим, у меня запланирован какой-то пациент или там пожилой человек, которому я обещала седьмому привезти там систему. И мы там все равно выезжали помогать людям, кто вот лежачий, мы знали, старички, к которым мы должны были поехать, как волонтеры. Но когда уже выезжая в город, осознавали всю опасность, решали это как-то дистанционно, там через людей, соседей, ближние точки, но на тот момент я все эмоции отключила. После того, что произошло, для меня более эмоциональным было даже не то, что произошло, это в целом где-то ожидаемо было. В голове у нас у всех был такой сценарий. Самое страшное было то, что это целый год тянется, и мы до сих пор не понимаем вот нормальную историю, что на самом деле произошло. У каждого будет своя версия. Вот это вот, конечно, до сих пор очень сильно корежит. Это первое. Второе. Даже в любой правдивой версии все время какая-то ложь. Это страшно. Поэтому даже ничего озвучивать не хочется. Второе. Жаль, что были жертвы, и жертвы были несовершеннолетние. И это самое страшное, что могло быть. То есть в нашей стране тоже гибли дети. В эти дни. Второй момент. Опять же возвращусь к году детей. У нас 1 июня мы отмечаем Международный день детей, и даже президент выступил с особым посланием, чтобы уделили внимание. У нас население Казахстана это 30 или даже больше процентов детей. То есть у нас достаточно такой, ну, треть населения это дети, детство. Вот это вот все будущее нации, все такое. Простите, год просрали. Ничего, активисты, гражданские активисты, наши люди, общество, да, постоянно что-то делали, но делали в своем режиме. Ничего в этом году для детей не было сделано. А уж про февраль и абсолютно отражается это состояние, когда ты в феврале думаешь, сейчас это быстро, это быстро. Я знаете, простите, как тот сумасшедший президент, да, думала, что он возьмет за три дня Киев, а я думала, что за три дня это все они остановят, что там, ну, просто дадут отпор России и, ну, ничего не будет. Вот, кстати, по поводу февраля. Во-первых, после января такое какое-то, да, немножко разочарование от произошедшего случилось, от того, что непонятно, что произошло, непонятно, кто это устроил. Вот по поводу войны. Есть схожие чувства, ощущения, что это именно, на что она заставила нас немного переосмыслить и забыть непроработанный наш январь и более страшное событие, оно оттянило нашу другую трагедию, про которую вот не хочется, чтобы мы тоже забывали. Да, есть такое, прям, есть ощущение, и было, когда вот в феврале, когда начали бомбить уже Икея, их там, я почему-то вот прям внутри почувствовал, что мы, как алматинцы, наверное, ближе всего украинцам сейчас, потому что, ну, не было в мире события до войны так близко, как вот алматинские, да, январьские события. И вроде ты переживаешь, ты тоже чувствуешь это все, что они сейчас чувствуют. Ну, что у тебя тоже стреляли буквально на месяц, на месяц назад. Да, это у нас такой пробник был, да, по сути. Ну, тоже своя была война здесь вообще три-четыре дня. И потом действительно все это, внимание туда, и мы начали там организовывать гуманитарную помощь, поддержку украинцев, потому что, ну, есть же такое понятие, как эгрегор, да, то есть, чем больше шумит, тем больше людей вовлекается, а внимание человек может только на одном удерживать. Невозможно смотреть сюда и думать там, о чем-то другом. Так не устроен просто мозг. и вот мы имеем то, что имеем, действительно. И я прям внутри себя чувствую, то, что я не дослушал про январь и сам не договорил про январь. Но мы очень много чего сказали о войне. Да, есть такое. Рассул, а вы как считаете? Начавшаяся война, я думаю, отвлекла внимание от разбора полетов по январю, это однозначно. Более того, то, что сейчас война продолжается, годовщина января, я думаю, пройдет более-менее из-за этого и спокойно. Потому что пока и непонятно, кто виноват, что делать, то стоит. Да, и кто будет наказан. Кто будет наказан. Тут такое дело. Вот еще дальше, которые события сыпались, я просто пытался проанализировать перед записью. Помните же вот эта вот история, ну, то есть, как бы миграция россиян сюда. Я почему на вас Рассул смотрю, потому что это вот первый момент, первая волна, которая сюда хлынула. Это скаканул доллар, это паника вот эта на рынке. В Алма-Ате стало вдруг тесно, хотя в сентябре людям стало негде жить, обычным. Это в марте. Цены на первый год. Первая волна была в марте, да. И вот цены, которые спровоцировали, они, и вот это все, оно как бы говорили, что вот они там инвестируют вашу экономику, цены потом опустятся, ну, как будто бы ничего не произошло. Ну, потому что инфляция, она никуда не делась. Мы к этой инфляции, вообще Казахстан шел, давайте уберем войну январь и даже пандемию. Мы к этой инфляции шли последние лет 10, наверное, потихонечку отказывались производить какие-то вещи. То есть, типа, и главное, что нефть есть, остальное купим. Вот такое было. То есть, все купим. Там, юрты купим в Кыргызстане, там, лекарства купим в России, в Украине, в Индии. Яблоки в Китае мы покупаем. С удовольствием я бы поругал и нынешние, нынешние правительства, но не хотелось бы забывать про предыдущие два-три правительства, которые, мы, мне кажется, делали неправильную ставку. Во-первых, конечно, можно поспорить, мы сделали ставку какую-то на туризм. У нас, честно говоря, А с чем тут спорить? Ну, это вообще... Полтора туриста к нам приехало, мы сразу где-то два-три миллиарда долларов убили там в Экспо. Второе, два-три миллиарда долларов мы убили в Туркестан. И, кстати, скоро мы начнем закрывать вот ГЧП, то, что, допустим, турки построили там аэропорт размером как Алматинский, да, в Туркестане. Ну, то есть, на ту же проходимость 6 миллионов человек в год. Вот там сейчас начнутся платежи. Потому, потому, потому объекту. Поэтому деньги, которые мы взяли в долг технический по ГЧП, завтра будут нам, нам придется подплачивать. То, что вот инфляция сейчас происходит, потому, что мы покупаем в Пакистане картошку, яблоки в Китае, Картошка вообще нереальная. Цена какая-то на картошку. Как будто картошка никогда у нас не была. Пакистанская. Мы подсолнечник покупаем, допустим, подсолнечное масло в России. То есть, подсолнечник тоже убили, да? То есть, это хищение были в сельском хозяйстве, хищение были там. И в целом, то есть, нельзя говорить, что все со злым умыслом. Просто кто-то по глупости еще делал. То есть, никогда и не хотели, не ставили задачи, наверное, развить и сделать. Никогда мы не отслеживали KPI. Поэтому, на, главное, главное потратить. До сих пор даже, если вы посмотрите, говорят, недоосвоенность, освоенность. Реализация бюджета. Все потратил? Красавчик. Не все потратил. Ну, почему? Кстати, вот это вообще меня всегда поражало. Что за показатель эффективности, то, что ты потратил дофига денег, выделен, да? Освоил. Ну, освоил, да, освоил. Вопрос же, насколько эффективен. Я просто, когда работал в этой, да, сфере, я всегда говорю, блин, давайте мы вот эти, сэкономимы для государства, там, какие-то там средства. Нет, ни в коем случае. Говорю, а что такое? Поэтому у нас определяют, насколько мы эффективны. То есть, это вообще странно. Это как содержать дорогую любовницу. Красивую женщину с этими силиконами потратить. Дай ей денег, она освоит. Она освоит. Вот у нас сейчас этот экономический силикон-то и остался. Да. А его не поешь. Да. Поэтому. Опять виноват старый Казахстан, что ли? Опять виноват старый Казахстан. Ну, технически, и нового-то еще нет. Поехали. А вот в этом году, ну, в 2022-м, заявив о новом Казахстане, экономически есть ли какие-то, ну, изменения? Ну, раз государственные пытаются сделать сейчас. Провели там IPO, смотрят, сейчас пересматривают итоги приватизации. Где-то смотрят, кто как купил. Я знаю уже 5-6 крупных компаний достаточно серьезных. Получили письма счастья, что как вы там 30%, очень крупная есть компания в Алма-Ате, ее приватизировали и сказали, как вы ее выкупили, покажите. Понятно, что ее выкупили на адом ресурсе, но понятно, что те, кто провобировал ее покупку, до сих пор привласти. Вот как быть? А уже с генпрокуратуры уже приходят письма. Понятно. А что будет дальше? А, собственно, до свидания. У вас просто все так печально. Вот и закончено. Вы сказали такую очень обнадеживающую вещь, все равно обнадеживающую, что Новый Казахстан мы сможем построить где-то лет за 6, если будем строить и делать правильные решения. Да, я видите, вывела среднее. А вот за ближайший 2023 год что реально можно быстро сделать? Ну, чтобы потом нам с вами сидеть через год живыми, здоровыми и говорить, вот хотя бы это сделали. Вот уже буква Ж прорисовывается уже на Казахстане. Ну, если вкратце, мне кажется, надо... Ты тоже подумал, да, я в другом... А я вот так вот шучу, двояко. Наверное, в 2023 году мы сможем нащупать дно. Это уже хорошо. А, то есть, а потом, как говорил Девчилы, вверх пойдем? Ну, да. Если мы копать не будем... Подождите, всплывем или... Так будет, а потом вот так. Главное, не зацепиться на дне. То есть, 2023 год он должен быть таким итоговым, когда мы дойдем все до этого дна, будет много расследований, будет много скандалов, открытий, раскрытий. Это уже футурология. Ну, инфляция сохранится, нефть будет пока высокой первый год, первый где-то квартал, потому что в отопительный сезон нефть редко, когда дешевеет. Затем правительство наверняка в первом квартале, вот здесь футурология, пересмотрит бюджет, потому что денег не будет хватать в бюджете, я думаю. Потом у нас по ТЭЦ, то что скандалы были, сейчас вот аудит идет ТЭЦ, кто какой, уголь покупал, кому откаты платил и так далее, из 37 у нас 22 частных ТЭЦ. Теперь, я так понимаю, будут закрывать выезд владельцам ТЭЦ, предлагать им инвестировать. Ну, я скажу, что не все ТЭЦ в таком частном и плачевном положении, но в любом случае будут пытаться инвестировать, потом, потому что денег не хватает, придется залезть в национальный фонд, я думаю. А национальный фонд, мы уже нарушаем, по-моему, вот этот предел, 30%, тогда, то есть, национальный фонд не может быть упасть ниже, чем 30% от ВВП. Мы уже все это, по-моему, нарушили, порушили, но, когда война там, все это, ну, и под шумок, я думаю, кто-то и свои проекты профинансирует. А как вы думаете, что с курсом будет? Это нас всегда волновало. Меня тоже это волновало. Да, но вы же можете думать, я вот нет. Знаете, когда, вот курс, что такое курс? Курс деньги, это не то, что там, какой-то Национальный банк придумал какую-то ставку и мы все делаем. Курс деньги, это просто показатель силы экономики. Да. Почему, допустим, золото стабильное? Ну, более-менее стабильное, хотя оно тоже прыгало. Потому что последние 10 тысяч лет мы все знаем, что золото, это универсальное мерило всего. Раз. Почему доллар на втором месте, да, после этого такой стабильный? Потому что за долларом что стоит США? Экономика, университеты, там, в том числе и наши олигархи. Почему рубль такой дорогой? А рубль дорогой в России, не у нас. Ну, у нас он просто по привычке. А тебе что, эти рубли? Да нет, просто я не могу смотреть на эту цифру, что она меня бесит. сколько? Тогда у меня один вопрос. Если курс валюты национальный показатель силы экономики, почему в Кыргызстане три раза сом дороже? У них получается три раза сильнее экономика? Ну, во-первых, Кыргызстан не выпрыгивал там на нефти 140, когда у нас была. Когда у нас нефть поперла, у нас все поперло, в этот момент мы чуть-чуть силикона и накачали в этот момент. В реальности, допустим, не будет нефтяной экономики у нас сильной сырьевой зависимости вот этой, у нас практически ничего бы сейчас вот этого не было. Даже половину вот этих камер мы в них могли купить. Поэтому Кыргызстан, он всегда плотно стоял на ногах и никогда не стремился, допустим, выпрыгнуть. Ну, он потихонечку двигается. Наш силикон плохо? Я не знаю. Вот мы много чего заняли в долг, много чего сделали. Сейчас многие наши компании будут банкротлены, допустим, какие-то там не смогут сделать, но активы, которые все это понастроили, что-то развалится, но что-то останется. У Узбекистана, допустим, тоже более-менее стабильная экономика, потому что долгое время они старались не брать долг, но сейчас у них внешний долг по соотношению к ВВП выше, чем у Казахстана. Потому что мировая экономика это долговая. Взял долг, сделал, потом к тебе пришли коллекторы, бьют по голове и все. Ты говоришь, да, 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 ну все, вот это уже, вот этот дом у тебя никто не отнимет. Получается, можно брать и возвращаться сюда, мировая экономика. Что ты такое несешь? Ну вообще, да, ну ладно, вообще, да, так и делаешь. Вообще, да, все так делают, все так делают. Греция так делала, там, Италия, Испания делала. Ну это последствия, может быть. Про долг, вот, кстати, про деньги. Сказал, что зарабатывать вот в этом году не получилось. Чем, честно, вообще, живешь? Занимал, походу. И не возвращал. Что с Ютубом? Только-только начал обратно, там, travel к своему проекту, работать. На что я жил? На свои накопленные, на деньги, которые, людей, которые мы не должны были, ну у нас там, как... Коллекторам по работе, да? Да, приходилось, да. Вот. И, ну там, больше вот на то, что на запасах оставалось, вот, достаточно такой аскетичный образ жизни в этом году был. Не скажу, что прям раздаливался. Ну это же потому, что у тебя упадок был, правильно? То есть ты был такой... ну да, да. То есть это вопрос про активность и реактивность, а никак не того, что экономически там, ну у нас... Ну да, нет, я считаю, что в любой, вот в любой стране, в принципе, всегда, если у тебя есть большое желание, ты можешь найти себе работу, что, чем-то себя занять. Но внутри у меня просто не хотелось ничем заниматься, я прям, как вернулся, я в марте, по-моему, и вот просто вообще вот в горах ходил, депрессии, там лежал очень много, ничего не делал. Какое у тебя было... Давайте всем задам этот вопрос. Какое было у вас у всех такое самое большое ожидание в этом году, и оно не исполнилось? Уж давайте депрессить, так депрессить, так депрессить, Ну, например, у меня, говорю, был самый большой, я считаю, это просто факап всего государства, это год ребенка. Ну как? Это же не, даже не год там волонтеров, когда там дали нам медали или не дали нам медали. А сказали, чьего ребенка? Не уточняли, так сказать. Хотя, может быть, некоторые дети, которые были в плане, получили свое, да, сори, на всех не хватило. Тогда у меня претензии снимаются. Какое ожидание было? Ну, если говорить, вот о личной жизни или вообще в целом, так хоть так. Всегда, конечно, 31 декабря, что мы делаем? Как бы я во все это не верил, мой разум говорит, что просто меняется календарь, ничего сверхъестественного. Ну, нас так научили с детства, новогодняя сказка. Конечно, у меня было ожидание, что я в этом году буду заниматься музыкой. Очень много музыки, было уже написано все. Просто технически нужно довести, там, снять, выложить. И вот это, наверное, самое большое было ожидание, что я буду в этом фокусироваться. Ну, и просто, ну, не было, не до песен, оказалось вообще. Ну, песня у тебя вышла на YouTube какая-то простая. А, да, это, это не называют. Я хотел спросить, запел? Ну, это так, просто был посыл, типа, хочется, вот, надо, я не могу не промолчать, потому что все, в принципе, моя вот эта вся история с сменой Адамова, она началась с переименования улиц и... А ты замкнул круг, да? Да, просто надо было все, хватит. И было очень много творческих планов, вот, и, ну, не сбылось, ну, просто я передвинул, вот. Ну, и по личной жизни тоже всегда ждешь, что в этом году, ну, вот в этом году надо точно уже все обустраивать семью и так далее, и так далее, вот, но опять же, не удалось, видимо, какой-то душный был год, и я душнее, может быть, короче. Что, расстались? А, нет, ни с кем не сходились. Классно! Вот прям классно! Это она хотела сначала самому простите, прям нравится! Самый главный спорник. Расул, у вас были какие-то ожидания, которые не оправдались? Ну, есть четыре этапа в этом году было, то есть, мечтали, допустим, мечтать вообще, человек отличается от барана тем, что баран живет от рождения до... до еды, так сказать, до бешбармака, да. Не, а как бешбармак? Это конь. Ну, да, без барана тоже бывает, с рождения до шишинка. Да. А человек все-таки живет какими-то этапами, мечтанием. Баран ни о чем бедняга не мечтает, я думаю. Может, где-то есть? Но это не точно, мы же не знаем, давайте не будем отвечать за барана. Мечтает быть повкуснее. Нам так хочется. А, допустим, человек все-таки живет мечтанием. И поэтому, когда 31-е, вот, первый этап был, он закончился, я думаю, где-то 4-го, 5-го. Думаю, только бы не война, да? Да. 4-го, 5-го. Потом, 24-го, а не серьезно, что ли? 24-го февраля. Думаю, только бы... Тем более, вот в декабре. Потом, дальше был, я думаю, еще 2-3 этапа, но уже моих личных этапов. С 2018-го года мы с партнерами так или иначе изучаем рынок проблемных активов. И нам все больше и больше работает. Я так честно скажу. Потому что все больше и больше каких-то проектов, которые в Казахстане были, они обрушаются. Самый главный проект, который я, правда, в прошлом интервьюировал, так нечестно, самый главный, наверное, проект это вода. Не проект, а вообще условия жизни. У нас, я смотрю, стремительно ухудшается ситуация с водой в Казахстане. Засуха у нас уже 3-4 года подряд засуха. Люди тяпками дерутся за воду. Это точь-в-точь, как советская пропаганда рассказывала про байский феодализм, когда там один бай держит воду, никому не дает. У нас на канале недавно вышел ролик про воду, Досом Сатпаев делал. Ссылку оставим на экране, посмотрите, это очень клевое. Вот как раз разбирали, будет ли война за воду. У вас стало больше работы, я так понимаю? Очень много. То есть, это хорошо? Ну, это... как бы для страны может быть не очень, но... Хорошо. Но это видно, что бизнес у нас... Да. Идет активный передел собственности в Казахстане. Этот год мы видим, там, непонятно, вот кто, кто, допустим, отбирает бизнес, говорит, мы за новый Казахстан, но мы понимаем, что методы какие-то старые. Ну, такое есть. В этом трагедии нет никакой. Это нормальный, вот этот жизненный цикл идет. Хищник поедает хищника. я думаю, в 2023 году уже он пойдет на убыль, потому что основные активы поделили. Сейчас потом государство, возможно, будет что-то изымать, национализировать, но именно с инвестициями частными. Потом опять будет передавать. Это, честно говоря, это такой цикл, это как, как круговорот денег в природе, воды в природе. Вот у меня в этом году было два таких глобальных аспекта. Вот сразу после января вот эта вся неопределенность и разочарование, я почему-то вот у меня складывается именно это слово с пост-январскими событиями, потому что казалось, что, ну, вот не случилось, да, там что-то это, но мы пережили, мы поняли, что вот может быть такой ужас и что-то поменяется. Мне казалось, что поменяться должно быстро, что все должны перестроиться, все должны как-то... И люди. И люди, и власть, и все на свете. Но это стало другим триггером, и мы вот здесь сейчас сидим, а я сижу не на республиканском канале и не веду очередного выпуска. Тотаем все делать независимые СМИ, да. Да, и это потому что, ну, там, условно, на телеке стало душно, невозможно, и это был такой толчок, который привел к чему-то новому. И, ну, вот в этом плане эти ожидания, они оправдались. Я надеюсь, что в следующем году еще оправдаются, и как бы будет, ну, будет развитие, и будет лучше. Из хорошего, мне кажется, что, несмотря на то, что этот год просто изнасиловал нашу нервную систему, унес из жизни, ну, принес горе во многие семьи, унес из жизни некоторых людей, этот год был, скажем так, может быть, грубо скажу, но таким выступлением после репетиции пандемии, таким вот финалом, завершающим аккордом, я надеюсь, завершающим аккордом после репетиции пандемии всего нашего человечества и проверки начало вечной. А все же надо признать, что Казахстан, я говорю сейчас о нашем обществе, не о каких-то там государственных, да, поступках, политических вещах, Казахстан проявил себя снова как страна сплоченного, щедрого народа, что в пандемию, когда, извините, у нас правительство воровало маски, да, и лекарства, а люди просто, ну, делились, делились друг с другом, да, чем могли, все равно у нас был бешеный опыт, это очень плохой опыт, но это бешеный опыт в оказании гуманитарной помощи другой стране, мы обычно это делали внутри страны, а тут были очень большие гуманитарные послания от народа, то есть это было организовано, вот фонд Хак там занимался, там, многие ребята, ну, ты тоже в движении каких-то был, то есть мы все участвовали, все сплотились без всяких там каких-то подковерных игр и подводных камней, то есть знаю я тебя, не знаю, мы проверяли все это вместе, мы отправляли все это вместе, это было прям, я считаю, такой большой победой народа, когда народ, асар, да, настоящий асар был у нас, и это горький опыт, но это классный опыт, более того, гражданское общество стало более активным, мне кажется, люди, вот я надеюсь, и сейчас, друг от друга мы это требуем, будут более экономически, политически грамотными, и еще один момент, который я не могу отметить, фонд Казахстан Халкана, огромный скандал, который в нем случился, закупили там препараты, и люди, которые были внутри этого фонда, поднялись и сказали, нет, вы не можете закупать вот так препараты детям, не проверенные, не лицензионные, за такие деньги, не важно, что его уже закупили, дали отпор, вернули в Россию, по-моему, эти препараты, это были... Это который миллиард стоит, да, вот это делал полный детям? Да, 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 при спинально-мышечной атрофии, по-моему, правильно говорить, спинозом, или как назывался, то есть, там были настоящие гражданские активистки, которые сказали, нет, мы будем бороться, и внутри этого фонда, где, ну, казалось бы, там же тоже должно было гнездо, да, такое, нет, показали свою силу, и это такой, это вот, казалось бы, такая маленькая победа, но она большая. Ты не чувствуешь, что гражданское общество реально стало быть? Да, да, и еще раз, не маленькая, и небольшая, но очень важная победа, я считаю, это переименование обратной столицы в Астану, понятно дело, что это маленькая уступка, да, что это брошенная, да, скажем, кость, да, с барского стола, но, тем не менее, ну, внутри было прям, ну, наконец-то, насчет гражданского общества, я считаю, что этот тренд уже пошел, наверное, вот с 2019 года, когда вся эта вот, 17 марта, когда первый президент все ушел, была вот эта ночь, 19 марта, вот это была ночь, когда люди засеяли в себе зерно свободы, когда наутро мы проснулись обратно, уже с новой там повесткой, все, точнее, со старой повесткой в новом обличье, и, ну, вот эта принципиальная вот эта ночь, она была, чтобы мы почувствовали, и это был, наверное, такой маленький просчет, если вот дальновидно смотреть, какую-то стратегию, если у них есть, была какая-то, то вот здесь начало зарождаться вот само по себе вот это бурление внутри, что, о, ничего себе, уже что-то лед тронулся, и лед начал трогаться, потихоньку трещины пошли, и все, река начала идти, и я это чувствую сейчас, сейчас, даже, даже уже заходя в какие-то государственные там инстанции типа ЦОНа, да, я вижу, что реально ребята уже там, только начинаешь говорить, эээ, ажангаза основайда, а, все, все, уже бегут там, да, то есть, понятное дело, мы можем... Да, ЦОНы у нас работают. нет, ЦОНы вообще... я их, по-моему, второй подкаст рекламирую. Рекламирую. Мусин тебе там платит, я не пойму. Никто мне вообще не платит, но у нас ЦОНы работают. Спасибо, что хотя бы, когда приехала большая волна релакантов, их там отделили от всех, ну, сначала был толпняк, а потом придумали же, отделили, и они офигели от этого сервиса, и мы такие, уф, потому что очереди были бешеные. И я чувствую, вот, и внутри, что сейчас можно говорить, понятное дело, всегда есть границы, но ощущение, что эти границы стали шире. и, наверное, уже не будет так прилетать, как когда-то прилетало. Надеюсь, опять же, как будет меняться система, мы тоже не можем. Но вот впереди, вот сейчас появились, кстати, вот всякие партии, то есть, ну, в политику. Не, не хочу. Вот, по крайней мере, пока не буду зарекаться, но сейчас я полностью хочу в творчестве, в... Просто то, что мне сейчас дано, вот это использую. Потому что я метался, и пробовал, и здесь, и здесь так. Мне просто по натуре, мне все любопытно, интересно. Уже вот сейчас я, прямо вот в этом году, кстати, этот год был и хорош тем, чтобы остановиться вообще на безмолвии, почувствовать внутреннее, да, стремление, куда тебя действительно тянет. Вот, и сейчас я обратно в медиа, в творчество, плюс для себя открыл новый жанр, стендап. Серьез? Да. Я очень люблю этот жанр, я просто, ну, невероятно в него сейчас инвестируюсь, и в следующем году приглашаю вас на свой... Супер. А уже есть какие-то, на смысле, пробки какие-то? Да-да-да, уже проверяли. Где-то ты проверяешь? Да, я обязательно проверяю, да. Смешно? Спойлер. На ютубе еще нет? С каждым разом... Не-не, пока нет, с каждым разом смешнее становится. Да. Это работа, это вообще другой жанр совсем. И концерт будет называться Мин Лехтадом. Короче, остается... Это ушленько, я тебе скажу, такое... Комон, ну, маркетинг, это шутка, это шутка, Надо хрипану. Остается, короче, в этой жизни пока пошутить, вот, чтобы вообще не стекнулся. Почему пока в политику не особо хочу? Потому что чуть-чуть побывал там, да, вот, опять же, не идя в политику, просто лишь проверив всю гражданскую позицию. Активизм какой-то. Да, и увидел, насколько люди неоднозначно реагируют. Вот ты будешь говорить, вот это белый, нет, найдется тот, кто говорит, тебя купили, потому что ты говоришь, это белый. Ну, какая ересь вообще? То есть, ты говоришь за людей сам, потом еще тебя обвиняют во всех грехах, такой, окей, и думаешь, мне это нужно сейчас, я сейчас не хочу. Может быть, когда я стану толстокожим, и когда у меня внутренний, там, мой монах раскроется, и будет вообще на все эти хейты абсолютно, там, только попитываться ими, там, да, и конвертировать в созидание, то да, возможно. Но сейчас пока нет. Просто хочется по миру поездить, путешествовать, поузнавать этот мир. Расул, я хотел спросить вот вас, про политику мы начали говорить, впереди у нас там парламентские выборы в следующем году, да, партии новые какие-то появляются. Как по-вашему будет, будут ли какие-то перемены, ну, не знаю, там, вот это зарождение гражданства, общества и новых политических каких-то движений, смогут ли попасть они в парламент, как-то повлияет ли это на ситуацию в стране в целом? Но мы же все знаем, что я не политолог, да? Да, я понимаю, я имею в виду, что вот ваши личные какие-то ощущения и может быть, ну, какое-то влияние... На экономику нужно начинать снизу, то есть пирамида общественная, да, она должна снизу. Я бы ожидал, честно говоря, выборов с начала Маслихата. Ну, они по параллельным, кажется, да, правда? Да. Вот в Маслихате люди, выборы в Маслихат, мы все собрались, выбрали кого-то, затем депутата. И вот здесь, я думаю, будет хорошо бы там раскрепоститься, будут митинги, чуть-чуть там люди там, даже кандидаты подерутся, как там японские парламентарии. Потом, вот эти, уже тогда и депутаты, в Мажлис, в Сенат, не в Мажлис, уже тогда можно будет смотреть из тех, кто уже себя проявил. А если их всех одновременно начать, то в любом случае потребуется нам еще, еще пару раз, вот эти перерождения электоральные нам пройти. Да, и потом нехватка кадров, мне кажется, будет очень. Да, кадров много. В маленькой Грузии полностью всех уволили, там всех взяли, поэтому глупых людей у нас нет. И, честно говоря, вот даже сейчас мы смотрим, мы же что ожидали там? Вот, условно второй приход президента Тукаева во власть произошел в январе, да? То есть, в 19-м один раз. Да. Это как этот. И вот в 22-м, сейчас второй раз пришел. И, допустим, я как обыватель, говорю, ну все, давай. 100 тысяч, сколько там, 150 тысяч госслужащих, ну, как бы человек думал. Всех сейчас надо уволить, набрать других, и они все будут по-другому делать. Читать, писать, мы все умеем, там несложно. Силу своей работы я регулярно сталкиваюсь с госаппаратом, и не вот какими-то политическими чиновниками, а там зам начального департамента, старший специалист, главный специалист. Дураков вообще нет. Дураков нет. То есть, они могли бы пойти дальше, да? Очень серьезные вопросы решаются, просто там, просто надо три раза позвонить, допустим, вместо одного раза. и там откаты не просят, взятки не просят. Это простой, главный специалист, он говорит, все, сейчас мы все оформим, зарегистрируем, поднимем наверх, и просто ему в два раза чуть больше позвонил, напомнил, он говорит, да, вот у меня совещание, у него текучка, и так далее. Поэтому, кадры, я думаю, сейчас вот госаппарат, я намереннее говорю, там, президент, правительство, потому что, сейчас этот же госаппарат, который, в общем-то, активно строил старый Казахстан, сейчас строит новый Казахстан. Оказывается, просто нужно, нужно чуть-чуть поменять вектор, чуть-чуть задавать другие ценности, может быть. Но мы сейчас все равно столкнемся с конфликтом того, что мы сейчас пытаемся, главное, не пытаться, допустим, нести двор грязной метлой, я вот так скажу, метафорически. Это я к тому, что сейчас, невозможно сейчас все это очистить. Сейчас нужно время, сейчас нужны инкарнации вот эти электоральные, я думаю, два-три состава Маслихата пройдет, Мажлис, хотелось бы нормальное, там, даже в спокойной Монголии, там, да, опять, там, штурмом кого-то взяли, за уголь, там, помните, такое, это нормальный рабочий процесс, и когда кричат, ругаются, но хотелось бы, конечно, там, пять-шесть партий, чтобы вошли, и немного между собой поспорили. Оживили, конкуренция какая-то, чтобы появилась. Да, потому что мы, мне кажется, не страна, такой там, как у этих республиканцев, демократы, там, еще двух-трех партий, хотя бы три-четыре партии, это нормально было бы, и все. Поэтому пройдут, да, я ожидаю больших споров, два. Хотел бы увидеть драку депутатов, три, ну, серьезно, у нас там много борцов, это, хотелось бы увидеть страсть политическую, потому что все равно, когда январьские события были, там, полтора депутата вышло, да, к народу, а хотелось бы вот таких страстных людей, но без раскачки, конечно, чтобы они не манипулировали общественным мнением, а вот, ну, они бы показали на телеэкране, не обязательно шоу, конечно, устраивать, с драками, я, конечно, шучу, но нужно страсть, нужно понимание, и нужны постоянно действующие, наверное, общественные приемные, и депутатов Маслихата, и депутатов Мажлиса, и чтобы мы могли с ними, почему у нас такой жанр есть, там, Москва-мавзолей Ленина, там, ну, условно, сразу там, сразу, ах, да, там, и все, и отправлять голубями, да, потому что на месте никто не работает, может быть, а может, работает, но просто, или не проявлять себя, люди не знают, куда обращаться, хотелось бы получше коммуникации, то, что сейчас происходит, там, надо выправлять, и вот, боты, вот эти, полиграм-каналы, где там всех мочат, где-то, честно говоря, детский сад, мне кажется, потому что рано или поздно, январь показал, можно в телеграм-каналах, можно купить 100 тысяч ботов, можно купить 100 миллионов ботов, и они все залайкают, там, госорганы, а можно просто отключить интернет, но да, но когда выйдут 5000 человек на площадь, это уже будет большой вопрос, и тогда они всех дизлайкнут до сих пор и среди них, среди этих людей на площадь, я уверен, в следующий раз будем мы, которые скажут, мы хотим цивилизованно какие-то изменения, поэтому лучше сейчас это делать, поэтому в парламенте нам нужно чуть больше партии, чем один новый, ой, а монах, ну, это по Фрейду, да, на самом деле, ну, вот, да, на площадь, конечно, бы не хотелось, потому что мы вот говорим буквально, да, накануне Нового года, ну, да, да, цивилизованно как-то, да, чтобы вы загадали такого на следующий год, может быть, для себя и для страны, чтобы через год вы могли открыть YouTube Айрана, пролистать этот подкаст, переслушать его, и понять, а сбылось или нет, что бы ты сделал, что бы такое я, блин, ужасно, две вещи, для себя, я хочу, чтобы закончилась война, я хочу вернуть украинских детей беженцев домой к мамам, вот этого я хочу, потому что я им сейчас занимаюсь и для меня это большая боль, и я хочу, чтобы для себя, я хочу, чтобы мои дети никогда из-за войны не оказывались без меня, да, вот это вот, чтобы не было у нас войны никогда, да, давай, разу, фундаментально, хотелось бы, ну, для себя здоровья пожелаю, а для страны, наверное, все-таки, ну, я всем пожелаю здоровья, это самый основной капитал, есть три вещи, в которые надо в следующем году инвестировать, это в себя и в картошку с макаронами, я шучу, короче, и в зубы, да, и в зубы, нет, в зубы, не знаю, во что угодно, там, главное здоровье, раз, во-вторых, да, без здоровья ничего не будет, во-вторых, наверное, для страны хочу, чтобы заложился какой-то фундамент экономический, чтобы было больше, наверное, чтобы мы перестали планировать из центра, Астана не может нам рассказать, что делать, к сожалению, или к счастью, что все программы развития были бы в регионах и оттуда просто формальную роспись была бы, что из Астана и все, и регионы должны сами, сами для себя решить, что им хорошо, поэтому мы сможем сделать только через выбранные москлихаты, через мажористменов, которые там сразу там не этот на каникулах не в Египет уезжают, а в регион и ходят пешком, хотелось бы видеть, чтобы и Акимы тоже ходили, кстати, пешком, ну да, города большие, но поселки-то маленькие, можно походить, посмотреть, что сделать, поэтому хотелось бы больше экономической, политической, наверное, свободы в регионах, потому что мы страна неоднородная вообще, все раз на один регион на другой не похож, а центр бы играл чисто формальную роль, но в этом наша фишка, что вот такие, все по-разному, конвайки. Ну, три можно? Да, три желания. Еще один? Да. Жена? Появится, потом пожелаю. Это Гузеева уже всех достала. Ну, для себя, наверное, творческой самореализации, потому что без творчества это тяжело, без зрителей. Для мира я бы вот никому вообще в этой жизни смерти не желал, но одну очень хочется и ждем. Я думаю, все вы понимаете, кому, кто сейчас доставляет проблему всему миру. Ну, чтобы, в общем, война закончилась с победой Украины и здравого смысла. И для Казахстана очень много, конечно, если вот это перечислять, в том числе и выборности Акимов, возможно, после нового парламента это будет такой шаг в эту сторону. В следующем году я хотел бы, чтобы хотя бы у электорального большинства нашей страны было вот это внутреннее чувство, а, точно, меня не обманули, я вижу эти перемены. Не важно, в чем они будут проявляться, в улучшении отношений правовых структур, дороги, коммунальщики, еще не важно. Но внутри даже это может быть изменение в подъезде. Кто-то пришел, КСКшник, покрасил, все отремонтирует, и вот для какой-то пенсионерки бабушки новый Казахстан с подъезда начнется. И вот я хотел бы, чтобы это внутреннее чувство у каждого зародилось. Потому что, когда нет внутри надежды, чем бы у тебя, что бы тебя не окружало, крутой пентхаус, машины. Мы знаем очень много суицидников из очень успешных, и миллионеров, и известных актеров, музыкантов, которые в конечном итоге не получат этого счастья. Поэтому внутри, если нет вот этой искры, которая потихоньку начинает восполняться в большой агонь и страсть, далеко мы не уедем. Будем потихоньку так негативе сидеть и каждый год думать, что в этом году еще хуже было, а что на следующий год нужно переживать. Вот я поэтому вот этого внутреннего ощущения. Потому что, как мне кажется, почему советские люди, люди Советского Союза, они говорят, блин, у нас была такая вот, какая-то эйфория была. Да потому что они жили в иллюзиях, да, в, ладно, не иллюзиях, это мы сейчас понимаем иллюзии, но на тот момент это была вера. А когда ты веришь во что-то, так же по футболу можно видеть, когда сравниваешь счет, команда та, которая сравняла, сделала камбэк, она более активна, более там, заряжена. Вот хотелось, хотя счет одинаковый. Просто вот выйти из, так сказать, из этой, из этой ситуации, она делает тебя сильнее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот это чувство у нас приобрелось, конечно, и не лживое, а настоящее. Да, супер. Ну, на самом деле, я тоже хочу сказать, ну, вот немножко с надеждой, да, где-то я хотел сказать, думаю, чтобы мы не разочаровались. вот хочется, чтобы действительно перемены были какие-то в целом стране, в мире, чтобы не было разочарования, что мы опять прожили его пустую, что опять ничего не получилось. Ну, это, наверное, и в личных отношениях, каких-то тоже, в своей личной жизни, каждый. Это же тоже очень важно, когда ты что-то планируешь, ожидаешь чего-то хорошего, да, это может там не случилось. Вот, не разочароваться, вот это, наверное, такое первое пожелание, которое я бы загадал. Ну, и, наверное, какого-то саморазвития, творчества, чтобы получалось всё это задуманное, для того, чтобы этого разочарования в итоге и не было. Мне кажется, ну, вот так. Ну, и, да. Нет, добавить. Хуже, чем будет, уже не будет. Уже не будет, да. Нужно так думать. И тогда уже просто всё время спокойно. Есть проблема, давайте её решать. Да. Ну, а для канала я пожелаю, чтобы подписчики у нас росли, мы развивались, чтобы всё получалось. Наши любимые дорогие. Надеюсь, надеюсь, что так и будет. И загадать, не знаю, давай цифру придумаем. 250, 300, сколько, конца сущего года? Ну, давай 300. 300? Вау. Давай 500. Давай 500. 500. Чтобы было подписчиков. Хочу я. Хочу подписчиков. Да. Спасибо вам большое, что пришли. Я хочу, ребят, чтобы подписчики были, вы подписывайтесь, жмите на колокольчик и, соответственно, напишите в комментариях, а что бы вы пожелали стране, себе лично в новом году. Делитесь своим мнением в комментариях, присылайте это видео, чтобы алгоритмы Ютуба работали, чтобы нас видели, чтобы всё было хорошо у вас, в том числе, в следующем году. Веры и терпения всем. Да. Спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо.